Пятиборцы тренируются едва ли не целый день. Сейчас отрабатывают навыки фехтования. Одна из главных звезд здесь Кирилл Беляков. В этот вид спорта он пришел поздно, в 15 лет. Мог вообще о спорте забыть. В детстве на тренировке по фигурному катанию неудачно упал и стал инвалидом. Два года на растяжке. Восстанавливался с помощью плавания. Занимался для себя, больше для здоровья. Потом уже тренер сказал, что попробуй выступить в соревнованиях, поучаствовать. Я бы участвовал, занял какое-то призовое место. Это какие-то областные соревнования были. И так потихонечку втянулся и стал уже профессиональным спортсменом. Затем он перешел в современное пятиборье. Сегодня Кирилл Беляков – мастер спорта международного класса, чемпион Европы. Совсем скоро Кириллу в составе сборной России предстоит выступить на крупном международном турнире. На таких стартах поддержка болельщиков особенно важна. Чувствует, что его поддерживают. У него появляется второе, третье, четвертое дыхание. И он летит на крыльях победе. Это однозначно. Но сейчас из-за ковида стопроцентной заполняемости трибун нет. Ограничения сохранятся до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет. Один из главных способов его выработки – вакцинация. И речь здесь не только о спорте. Нужно вакцинироваться, потому что надо обезопасить себя и других в первую очередь. Чемпионат Европы по современному пятиборью состоится в начале июля. С четвертого по одиннадцатый. Кирилл Беляков может завоевать еще одну чемпионскую медаль. На этот раз в Нижнем Новгороде. Александр Быков, Максим Веселов. Время новостей.